Музыка Расскажите про обустройство Ямбургского месторождения. При строительстве 5-го ГП у меня началось нахождение, как бы сказать, Ямбургского месторождения. Вот иногда вот приезжаешь на робот, мороз, 30-40 градусов мороза, подъехал к кусту, дизелисты вышли, станции запустили, завели. Сварщики с царя прошли стыки готовить, они вот там в течение часа наготовили стыки, мы выходим, сварщик уже, они стык накрыли палаткой, нагрели. Стык варится, где-то вот 325 труба, там стенка 25, где-то около часа варится. Мороз до такой степени, 40 градусов, 50, у тебя слезы текут, сопли текут, у тебя ноги замерзают, шевелись нельзя, потому что стык заварить под просветкой, такая ответственность. Вот в течение часа заварил, раз, побежал домой, тепляк, залетаешь, там слесаря тебе уже кофе там приготовили, сахар сладко выпил, отдышался. Вот бывало за смену, вот 5 стыков варят, и за каждой стыка пьешь по кружку хорошего кофе. Она уже потом вошла, это уже привычка, после смены, домой приходишь, весь грязный, и зубы черные-черные, да, это кофе. До такой степени. И даже вот, когда вышел на пенсию, по привычке, вот, постоянно, как бы, пьешь, врачи сказали, все, прекрати. Помните, как в Ямбург суперблоки доставляли? Вот зимой их тащили, это большой труд был, это вот такой, нигде в мире такой не было сделано. Краткие сроки было, считай, было построено. Цеха приходили вот на больших тракторах, катарпильнер, камацу, на сваях, затащили его, поставили, подтянули, и начинаешь монтировать. Смотришь, через месяца 2-3, оно уже ГП готово, запустили и заработало. Я помню, что ГП строили, там большой плакат висел, финансирование на это ГП окупится через полгода работы. Ямбург 85-го. Какой он? Мы жили на двойке, вагонгородок у нас там был, туалет на улице, холод, проветриваемый, и все вокруг болото, столовая, не совсем, конечно, петловые условия. То, что было плохое, она как-то все остается в стороне. Зачем она плохое вспоминает? Я стараюсь только вспоминать то, что хорошее, что было у меня. Мы были молодые, здоровые, красивые, работали, струдились. У нас партия сказала, надо строить. Мы строили. Вот такая была девиза. Ребята, надо это делать? Надо. Мы и делали. Не смотря там холод, там жара, мошка. Что скрашивало трудовые будни? Меня повезло. У нас был очень хороший коллектив. Люди были и из Украины, и из России, и из Киргизии, из Казахстана. Мы как-то жили вот так дружно. Ямбург, тогда был поселок закрытый, был пропускной системой, что уже их не пускали. Двери все открыты, никто не закрывался. Вот он приносил свою зарплату, бросил тумбочку, лежит, никто не трогает. 40-50 градусов мороза, там ветер такой. Нет такого, что давай переждем мороза, потом выйдем. Каждый друг друга, знаешь, полусловно. Даже говорить ничего не надо. Одно движение, Глазово сказал, он показал, он уже знает, что тебе не надо. Слаженный коллектив, это очень много всего значит. Каким запомнился Ямбург? Кажется, вот там выйдешь на пенсию, туда-сюда, как бы это... Нет, она самая интересная жизнь, вот со временем лет, это было дохождение в Ямбург, когда мы работали, когда трудились. Меня всегда нравилась своя работа. Я вот даже вот сейчас вот вспоминаю тех лет, я утром просыпался, я вот счастливый, что иду на работу. Ну, то есть моя любимая эта работа. Сварщика, технолога, нравилось, потому что я знал, что не каждая некоторая работа, кроме меня, никто... Мне казалось, что не сделать лучше, чем я. Какой период работы в компании для вас самый яркий? Период, когда Марголов был, я жизнь больше не встречал, который думал о людях. Вот я вспоминаю, вот когда мы работали, вот тогда в 90-х годах, он же сделал профилакторию, люди с работой, какие-то болезнями могли после работы выйти, какие-то лечения. Вы чувствуете поддержку компании? Мы отдавали всю свою энергию, свою молодость и, может, даже здоровье, вот, к этой работе. И я думаю, что Ямбург тоже нам полная отдача, она как бы не забывает о нас, я им благодарен. Ямбург, вот, как бы заботится о нас, вот, санаторий это большое дело, неплохой пенсии, конечно. Что бы вы пожелали родному предприятию? Успехов, успехов, конечно. И поддержите друг друга. Удачи, 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 здоровья. Новое месторождение открывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова